Ак-Кын, Азербайджан, кто стоит за митингами в Казахстане? Виктория Магда Ак-Кын.Ас, Азербайджан 30 октября 2019 года Накануне проведения несанкционированных митингов Генпрокуратура Казахстана предупредила, что к организаторам и участникам акций будут приниматься строгие меры. Тем более, что ДВК в 2018 году была признана Казахстанским судом экстремистской организации, и ее деятельность запрещена на территории республики. Основатель ДВК Мухтар Аблязов заочно осужден на 20 лет лишения свободы за вывод из Казахстана 7,5 миллиарда долларов и действия по межнациональной розни. В сообщении Генпрокуратуры Казахстана пояснялось, что ДВК подстрекает население к противоправным действиям, чем создает угрозу для безопасности людей, их жизни и физическому здоровью, причинение ущерба их имуществу, нарушение нормальной жизнедеятельности общества. Поэтому силовики предприняли упреждающие действия на подходах к анонсированным площадкам, где должны были состояться антиправительственные митинги. Полицейские перекрыли движение машин, а приближающихся граждан задерживали и переправляли в отделение полиции для выяснения личности и целей нахождения в местах предполагаемых акций протестов. Некоторые из них, как сообщила радиозанток, успевали заявить, что пришли выступить против китайской экспансии и запуска совместных с Пекином предприятий на территории Казахстана. Напомним, в начале сентября, накануне визита президента Касом Жамарта Такаева в Пекин, жители шести городов Казахстана, Нур-Султана, Алма-Аты, Караганды, Шимкента, Актоби и Жен-Озеня вышли на акции под лозунгом «Нет экспансии Китая». Митингующие выразили недовольство казахстанско-китайским межправительственным соглашением от 2015 года, по которому китайская сторона намерена профинансировать строительство в Казахстане 55 предприятий в сфере сельского хозяйства и промышленности на сумму 27 миллиардов долларов. 12 проектов из этого списка уже реализованы. В нынешнем году ожидается запуск еще пяти на сумму 310 миллионов долларов, среди которых солнечные электростанции, ГЭС, МИС и комбинат. Еще 11 проектов на сумму 5,5 миллиарда долларов находятся в стадии реализации. По оставшимся проектам ведутся подготовительные работы, сообщается на сайте правительства Республики Казахстан, РК. Там же указывается, что полная реализация всех проектов позволит создать около 20 тысяч новых рабочих мест. Но даже такие перспективы устраивают не всех. Оппозиционные активисты утверждают, что это вовсе не строительство новых предприятий, а перенос старых китайских заводов на территорию Казахстана, и работать на них будут китайские трудовые мигранты. Казахстанцы опасаются, что республика попадет в финансовую зависимость от Пекина так же, как в ней уже оказались Киргизия и Таджикистан, крупнейшие должники Китая. Несмотря на кажущуюся прозрачность расклада, в Казахстане в последнее время заговорили о том, что за антикитайскими митингами стоят враги государства, в частности, Мухтар Аблязов. Ему приписывают имеющиеся якобы старые счеты с нынешним президентом Касым Жамартом Такаевым, который в свое время не допустил банкирок приватизации Кебастузской ГРЭС-2, а также с властями Китая, где у Аблязова сорвался проект по строительству морского порта, нефтехранилища и комплекса по переработке жиженого газа и нефтепродуктов. А еще Аблязов отметился в теме создания лагерей по перевоспитанию в Синьцзяне. Как отметил в своей статье советник президента Казахстана Ермухамед Яртызбаев, Аблязов хочет, чтобы люди протестовали против якобы бесчеловечной политики Китая, но он постоянно врет о том, что там происходит. Ему противен спокойный и миролюбивый Казахстан, у которого выверены отношения и с Россией, и с Китаем. Ему хочется объявить войну всем и сразу. Так может поступить только сумасшедший, который желает краха своей государственности. Однако у Такаева связаны руки. Внутренняя и внешняя политика страны, вопросы безопасности и кадровые назначения находятся в ведении Нурсултана Назарбаева, первого президента, возглавляющего Совет Безопасности. Политическая элита Казахстана запуталась, на кого из президентов делать ставку. Проблема еще в том, что второго президента, с урезанными полномочиями, многие в Казахстане не воспринимают в качестве влиятельного центра власти, так как внутриаппаратный вес кассам Жамарта Такаева не увеличивается. Это неудивительно, считает директор группы оценки рисков Досым Садпаев, поскольку в Казахстане умудрились придумать собственную модель формальной передачи власти. Окончательно транзит власти завершится только либо с окончательным уходом первого президента с политической сцены, либо проведением выборов в парламент. Кстати, в республике уже активизировались политические процессы. Идет переформатирование партий. Конечно, Тон задает партии Елбас и Нурятан, перезагрузку которой Назарбаев объявили еще в августе. Из партии власти Нурятан трансформируется в правящую партию. И, несмотря на то, что Назарбаев призывал партийцев сплотиться вокруг Такаева, Нурятан никогда не станет партией Такаева. Свою партию, как считает Серегжан Есингасулы, Такаеву создать не дадут. Такаеву нужно дать правильные сигналы народу. Народ готов его поддержать, если он будет вести свою политику, сказал оппозиционный политик. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.